С вами Гироскутер Шоп и его ведущий Дмитрий Дрогин. Сегодня мы будем говорить с вами про новинку от компании Минако. Поехал я в Монако, купил себе Минако. Минако Бизон в черном цвете с коричневым сидением. Сидение с виду, как будто бы это отделка кожа напа. На самом деле, конечно, это кожзам. И массивный багажник, который легко можно снять. Ну а ты в этом ролике увидишь за грибами, за ягодами, в магазинчик съездить. Очень-очень будет комфортно. Начнем с батарейки. Ворачиваем ключ и вытасиливается, ребят. Говорить все сложнее и сложнее. Ну а наши батарейки вообще пофигу на все, потому что она в боксе и она защищена. Погодка у нас сегодня в Москве не очень. По-моему, сейчас ливанет, попросту говоря. Но делать нечего. Я должен вас познакомить с этой новиночкой от компании Минако. Минако Бизон. Минако Бизон. Минако Бизон, как рэп, да? Именно. Это Минако Бизон. Характеристики. Значит, у нас батареечка 48 вольт, 12 ампер, интегрированная в раму. Мощность мотор-колеса 500 ватт в номинале. Максимальная скорость 50 км в час и максимальная дальность в районе 40 км. Начнем с батарейки. Поворачиваем ключ и вытаскиваем. Это можно оставить в сарае, в гараже, на парковке, где вам удобно. Он у нас не складывается в таком вот состоянии. Вы будете его использовать. Придумали место, где его хранить. А вот это вот надо заряжать. Взяли это, отнесли домой. Зарядка у нас в комплекте есть. И дома спокойненько зарядили батарейку. Поближе подойдите, ребят. Вот видите, у нас зарядочка имеется, порт. Кнопка, насколько заряжен. Индикатор показывает. Батарейка у нас заряжена. И здесь порт, который позволяет кататься. Он установлен снизу. Все, повернули ключом. И больше аккумулятор отсюда не снять. То есть там у нас есть замок. Заряжаем мы все это дело с помощью зарядки, которая идет у нас в комплекте. Смотрим. 54,6 максимальный заряд. Что может дать зарядка? 3-х амперная она. 12 ампер зарядит за 4 часа. Пожалуйста. Похоже на зарядку от ноутбука. У всех электросамокатов и велосипедов похожие зарядные блоки. Итак, ребят, начинаем путешествие на Бизоне. У нас вот грузовые тучи здесь собираются. А мне надо успеть это снять видеообзор. Значит, у нас электровелосипед Бизон имеет очень комфортную посадку. Он подойдет как для девушек, для подростков, а также для пенсионеров спокойно. Из-за большого багажника сзади, я думаю, он подойдет для курьеров. Но для курьеров важна большая батарея. Здесь она не очень большая, 12 ампер, поэтому спорные ощущения. Отлично на нем можно путешествовать на рыбалку, на охоту, купаться. То есть он такой для дачи, мне кажется, помощник больше. Очень-очень-очень комфортная подвеска. Мне нравится, как она работает. Поэтому такие вот ощущения, они первые складываются об этом в самокате. Значит, по скоростям. Вот тут переключаются вторая, третья, четвертая, пятая. Пятая это спорт считается. Он у нас заряжен только наполовину, но в то же время имеет отличную динамику. Супер разгон. То, что нужно. Я почему-то вот прям перед глазами вижу дачу. Дачу, деревню. Там прям, мне кажется, кататься. На нем самое место. Где-то в лесу, за грибами, за ягодами, в магазинчик съездить. Очень-очень будет комфортно. Также у нас есть помощник. Давайте крутим педали. Буквально три раза вот я крутанул педали, и все. И он сразу вас 30 уже, 34, видели скорость? Мгновенно набирает. Тормоза у него механика, но в принципе, этой механики для него достаточно. Так, давайте опять педали. Ускорение прям, знаете, словно киборг. 35, видели? За несколько секунд буквально. Вау! Классное ощущение. Опять, 36 даже. Классное ощущение. И если вы не хотите крутить педали, то, пожалуйста, воспользуйтесь газом. И едете как на мопеде. Ну, не знаю, мне очень нравится данный бизон. Комфортное катание. Самый главный плюс, помимо того, что батареечка у нас интегрирована в раму, и она быстросъемная, вот сейчас, возможно, в Москве начнется ливень или дождь, а ему на это буквально плевать или все равно, потому что она в отдельном железном кейсе, защищена от влаги воды. Это не значит, что его можно мыть керхером, протирать его влажной тряпкой, но в то же время, если пойдет дождь, мне лично не страшно, что мой электровелосипед сломается. Колеса у нас 20-е, с жирным-жирным протектором, как у фэтбайков. Значит, фирма, вы уже знаете, Чао Янг. На покрышках написано, что именно эти покрышки созданы специально для электровелосипеда и имеют более утолщенный слой, вот из чего она состоит, каучука, то есть более жирная резина, потому что если бы здесь стояли покрышки для обычных велосипедов, обычный велосипед весит в два раза легче и вы бы, скорее всего, пробили бы покрышку об стык асфальта или при спуске или заезде на бордюр. Уже гром гремит, кусты трясутся, что там делают, сами знаете, подходим сюда, подходим сюда, ребят, пока идете в кулакочек, бам, вот так вот от Сидури, лайк жирный влепили. Включаем вот на эту кнопочку, дисплей цветной, километры в час, скорость ваша, какая стоит передача, да, электро, первая, вторая, третья, сейчас эко один. Мы с вами переключаем на пятую, это спорт, я приподнимаю заднее колесо и нажимаю газ на все. Смотрите на дисплей, 53, и это у нас не полностью заряжен. Вот такая вот история, на холостом ходу, абсолютно новый, только 7 километров пробег. Помимо этого у нас имеется включение света, кнопочка, вот фонарь, он регулирует уровень наклона с верхней четкой границы, видите? Отрегулировали, как вам удобно, зафиксировали, все готово. На задней части электровелосипеда распугается под багажником габаритный огонь, тормоз, если нажимаете, он загорается ярче, также поворотники, и предусмотрена рамка под номера, если у нас ведут регистрацию электротранспорта, вы можете, пожалуйста, повесить себе номер. У нас уже начинается дождик, но я дождя на нем не боюсь, батарейка в кейсе, защищена, скажем так. По подвеске огромные рессоры, регулировка механическая, здесь ничего не регулируется, воздух не закачивается, обычная подвеска рессорного типа, их сзади располагается две, с правой и с левой стороны. Спереди большая, огромная мотовилка, она у нас масляная и работает очень-очень тихо. Пожалуйста, видите, нажимаю, я ее пробить не могу. Сзади же наши амортизаторы более упругие, чем спереди. Сейчас я попрыгаю, а вы смотрите. Так, у нас зарядка прыгает, вот так вот. Я пробить не могу. Ну а у нас уже начинается ливень, и вы смотрите первый обзор электровелосипеда под ливнем. Ребята, ставьте лайк. Тормоза у нас передние и задние, дисковые, механические. В принципе, для этого электровелосипеда их предостаточно. При желании вы можете заменить на гидравлику, но я не вижу в этом особого смысла. Этих тормозов попросту хватает. Переключение механических скоростей от компании Шимана. 7 скоростей. Соответственно, у нас имеется 7 здесь звездочек, чтобы эти скорости переключать. И мотор располагается сзади на 500 Вт. Очень интересный дизайн. Рама в стиле женской. Но, опять же, он подойдет и подростку, и девушкам, и пенсионерам. Абсолютно универсальное средство передвижения. Я, вот почему-то, с первых минут, как поехал на нем, почувствовал, что он сделан специально для дачи, для деревни, для каких-то охотников, может быть, рыбаков. Также и какая-нибудь бабушка или женщина может доехать в СНТ или в деревню у вас до магазина и купить себе каких-то продуктов. И положить их, пожалуйста, сюда, привязать стяжкой. Почему нет? Пайк создан, скорее всего, для одного человека. Но грузоподъемность максимальная у него 130 кг. То есть вы можете нормально сюда нагрузить прям в хороший мешок и поехать отдыхать на природу, на охоту, на рыбалку. Дождь усиливается, ребят, говорить все сложнее и сложнее. Ну, а нашей батарейке вообще пофигу на все, потому что она в боксе, она защищена от воды. И не в этом ли кайф данного самоката. Я не подготовил время, чтобы именно был ливень и снимать его. Но уж так получилось, за что меня можно и простить. Но, ребят, реальные условия, а ему нафиг пофигу. Вот так вот. Значит, по росту от 150 до 190 сантиметров можно его покупать. Он не складывается. В таком состоянии вам нужно его будет где-то перевозить и также хранить. Единственное, что батареечку сняли, взяли домой и зарядили ее. Это, конечно же, очень-очень большой класс. Давайте прокатимся, прям под дождем. Вы снимаете, я еду. Теперь уже можно точно сказать, что я мокрый до ниточки. Вот, поэтому почему бы и не поставить лайк хотя бы мне за такую погоду. Погода у нас вчера была прекрасная, сегодня вот льет дождь, как из ведра. Тропический, можно сказать, дождь. Самокат. Самокат. Электровелосипед стоит у нас в районе 92 тысяч рублей. Точную цену вы можете узнать, перейдя по ссылке. А я ее оставил внизу под видео. Курс у нас вверх-вниз плавает по доллару, поэтому и цена может его плавать. Вот. На сегодня он стоит 92 тысячи рублей. Вес его 38 килограмм, грузоподъемность 130, дальность 40, скорость 50, хотя на хвостом даже больше бы вы это видели. Заряжается за 4 часа. Что еще нужно вам? Если вы хотите приобрести что-то другое, то наши менеджеры вас могут проконсультировать. Приходите к нам в магазин. Если вы живете в регионах, мы отправляем транспортными компаниями. У нас, возможно, видео онлайн и переписка, и разговор. То есть мы можем по видео с вами переговорить, показать тот или иной байк, пожалуйста, Минако. Поеду я в Монако. А я не в Монако, а я в Москве, и под дождем. За что это все? Ладно, ребят, решило время прощаться. Значит, я вам все рассказал, показал. Нужен вам электровелосипед Минако Бизон или нет? Выбор, естественно, остается всегда за вами. На этом я прощаюсь с вами. Пока-пока. И поеду я домой. Субтитры сделал DimaTorzok Итак, дорогие друзья, давайте прокатимся по традиции на Минако Бизон. Первым делом я поеду на педалях. Так, какая скорость стоит? Первая, что ли? Вторая, третья, четвертая, пятая. Достаточно легко скорость набирается. Пожалуйста, 30. Проверяем тормоза. Механика срабатывает хорошо. С механикой, кстати, меньше проблем. Нет, ну там масла. Тросики обычные по классике стоят. Все отлично работает. Давайте по траве. Оп. Мягенько проходит. Все стыки проглатывает практически. И скорость набирает очень быстро. То есть я найду сейчас прямую, постараюсь на помощники разогнаться на максималку. Я думаю, что до 50 это реально. Но по дороге. Здесь 35-40, скорее всего, получится. Мы с вами сюда поедем. Я вообще газ не жму. То есть еду сейчас на ногах. Три-четыре раза покрутил педали. И помощник вас выталкивает вперед. Еще и скорость у меня стоит четвертая. Сейчас поставлю седьмую. Вот, максимальная скорость. Отлично. Так, давайте направо здесь. Ага. На седьмой потяжелее крутить педали. Так, вот здесь в гору подъем. Поехали. Только ноги работают сейчас. Сейчас будем разгоняться. Так. Поехали. кайф ребята просто кайф кататься на электро велосипедах так а теперь мы сейчас его выключим и просто едем без электротяги педали кручу газ не работает не так уж и тяжело крутить педали если он разрядился можете доехать до дома или до пункта с локации спокойно